Мы не можем выбрать время, в которое живем. Зато мы можем помнить время, в которое могли бы жить. Вспомнить все. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона я, Ирина Медведкина, в эфире передача «Вспомнить все». Сегодня 4 января, новогодние каникулы в самом разгаре. Все салаты, приготовленные накануне Нового года, уже съедены. И самое время поразмышлять, почему у нас на столах. А я думаю, у значительной части радиослушателей были обязательно мандарины, шампанское и салат оливье. Вспомним историю, как эти продукты появились в нашей жизни. Предположительно, традиция иметь мандарины на новогоднем столе культивировалась последним русским царем Николаем II. Однако при советской власти, когда люди испытывали общий дефицит продуктов, а мандарины были дорогими и труднодоступными, это была роскошь, поэтому люди копили деньги на покупку этого фрукта в канун Нового года. Единственного дня в году, навсегда связанного с запахом мандарины. Еще один продукт неразрывно связан с Новым годом – салат оливье. Он более известен, чем его создатель – Люсьен оливье, о котором люди обычно не подозревают. Традиция готовить этот салат к праздничному столу пришла в советское время. Магазины не были наполнены таким разнообразием продуктов, как сегодня, поэтому хозяйки полюбили рецепт, который состоял из продуктов, которые легко найти в любом магазине по приемлемой цене. И еще одно новогоднее сочетание – это бутерброды с красной икрой и шампански. В советское время это были продукты, которые невозможно было легко достать, а посему они были символами роскоши, комфорта и надежды на хорошую жизнь. Времена, когда мандарины были роскошью, давно прошли. Сейчас этот фрукт можно купить в любом магазине, да и красная икра тоже стала доступнее. Но мода на эти продукты не изменилась. Почему? А почему я решила узнать у кулинарного блогера и кулинарного энтузиаста Маши Булатовой. Маша, здравствуй, расскажи, пожалуйста. Всем привет. Ну, на самом деле, да, у нас традиции в основном остались советские, да, то есть если мы будем сравнивать те традиции, которые были в допетровскую эпоху, эти традиции, которые сейчас последние 60-70 лет есть у нас на столе, это совершенно разные вещи. То есть если раньше, например, мандарины действительно были диковинным таким плодом, который доставали, который дорого стоил, его, кстати, использовали как украшение на елке вместе с пряниками, вместе с какими-то диковинными конфетами, потом угощали детей всеми этими дарами с елки. Кстати, эта традиция, не знаю, например, в нашей семье была до последнего, да, то есть мы вешали какие-то вкусняшки на елку вместе с игрушками. В 1960-х годах, наверное, да, то есть при советской власти было, в принципе, принято решение в каждую семью поставить и мандарины, кстати, и, кстати, бутылку советского шампанского. То есть, в принципе, всеми этими традициями мы, как ни странно, обязаны именно советской эпохе. Если раньше шампанские вина, вы помните, да, значит, это были прям французские шампанские вина, которые были доступны власти, которые были доступны знати, да, то, например, в советское время, например, тот же самый завод Абрао-Дюрсо получил специальный заказ для того, чтобы ускорить вот этот процесс шампанизации вин игристых, для того, чтобы все советское население нашей страны могло себе это позволить к своему столу. И вот именно этот бренд советского шампанского, быстрого шампанского, где процесс шампанизации идет 26 дней, был как раз запущен в нашей стране. И с тех пор советское шампанское является неотъемлемым атрибутом нашего новогоднего стола. Но ведь прошло три десятка лет. Неужели за это время как-то мы не смогли поменяться? Вот почему так происходит, что все равно мы хотим мандаринов и шампанского? Я думаю, что это в определенном смысле какой-то, ну, не знаю, кулинарный код все-таки работает. Потому что и наши родители воспитали в нас ощущение праздника, как никто, я считаю. Потому что наше детство, например, вот поколение нашего, да, оно попало на то самое время, когда был дефицит, когда у каждого, наверное, в холодильнике была полка с надписью «До Нового года не трогать». Это была пора эпоха продуктовых наборов, которые можно было либо достать, либо заказать через какие-то ведомства. Это был вполне конкретный набор продуктов, который из года в год не менялся. То есть это в определенном смысле привычка. Но привычка, кстати, не самая плохая, да. И мандарины сейчас, как раз, кстати, вот мандарины, они были, пожалуй, единственным фруктом, который к тому времени и созревал, и имел долгий срок хранения. Потому что, например, остальные фрукты, да, то есть груши не доживали, сливы не доживали, яблоки самые поздние сорта уже тоже были, ну, не очень вкусными к декабрю, сами понимаете. То есть альтернативу практически невозможно было найти. И представьте себе, и тут у нас, значит, на прилавках могли появиться из Грузии, из Абхазии ящики ароматно пахнущих таких праздничных, красивых, сочных мандаринов. Ну, конечно, это шикарная традиция. И учитывая, что появлялись они только тогда, именно тогда, да, то есть у нас срабатывал вот такой новогодний рефлекс, если хотите. Каждый человек советский в декабре наполовину должен был состоять из мандаринов. Что касается шампанского, да, то есть это тоже была прям целенаправленная программа правительства. Сверхзадача была, чтобы у каждого на столе, на праздничном столе стояла бутылка игристого напитка. С тех пор у нас вот Новый год с пузырьками и ассоциируется. И, кстати, если, например, проводить какие-то опросы, то практически половина нашего населения до сих пор, если и пьет шампанское, то пьет его именно на Новый год, да. То есть вот какой-то другой праздник еще может обойтись. Новый год, конечно, нет. Ну и в конце концов, куда, собственно, кидать ту самую бумажку, которую мы сжем за 12 вот этих бойкурантов, для того, чтобы потом, значит, выпить вместе с пеплом. Ну куда еще? Ну, конечно, только в бокал с шампанским. Ну, как раз-таки в паре с шампанским идет еще и красная икра. Ведь в остальные праздники она не так популярна. Но вот на Новый год хочется вот этого вот бутерброда. Ну, на самом деле, да, хочется. Во-первых, это очень хорошая гастрономическая пара, скажем так. И в этом смысле мы в своих вкусах не отличаемся ни от каких других народов мира. С другой стороны, это действительно связано с тем, что это был дефицитный продукт. Причем вот икра была как красная, так и черная. Но потом была и щучья. Ну, в общем, кто какую икру мог достать, тот такую, собственно, и подавал. Главное – икра. Главное, чтобы это была икра. Но я могу сказать, что, в принципе, есть и любители, и не любители. Красные, черные, и даже щучьи икры. Неважно, да. То есть, ну, вот шампанская икра – это отличная пара. Сейчас, конечно, все эти продукты доступны. И, например, я знаю, что у моих знакомых, и у меня точно так же, практически на каждый Новый год обязательно на столе эта пара бывает. То есть, игристое вино и обязательно красная икра. Другой вопрос, что, например, кто-то любит икру на тосте с маслом, кто-то с творожным сыром. То есть, вот кто экономит калории, тот, конечно, с творожным сыром будет. Ну, или просто икру ложкой – тоже вариант. Тогда перейдем с икрой, да, шампанским и мандаринами. Понятно? А вот оливье. Ведь за 30 лет можно было придумать, ну, десятки, если не сотни вариантов салатов, которые могли бы стать символом Нового года. Но никак не уходит этот салат с наших столов. Почему? Ну, во-первых, давайте скажем так. Оливье изначально был вообще не салат. Так скажем, да, нужно отдать нашему народу ровно за то, что он, в принципе, смешал эти ингредиенты на тарелке. Да, то есть, ну, во-первых, ну, мы все уже знаем, что изначально закуска, которая подавалась в ресторане «Эрмитажа», которую, собственно, сделал шеф-повар Оливье, она подавалась совершенно из других ингредиентов. Да, то есть, ингредиенты все, которые тогда подавались на этой тарелке, практически все, кроме соуса провансаль, майонезного яиц, они вообще все трансформировались. То есть, там не было ни горошка, ни моркови, ни картофеля, ни уж тем более никакой колбасы. Откуда же это все взялось? Это все вот именно находчивость нашего народа. Это трансформация, это попытка сохранить блюдо на столе, да, вот такая цепкая прям, вот мы прям намертво в эту закуску вцепились и посчитали, что вот она изначально была такая вкусная, что вот, несмотря на все замены, все равно мы ее сохраняли. В этом, я считаю, кулинарный подвиг нашего народа, ни больше, ни меньше, совершенно без иронии, да, то есть, вот из этой вот тарелки, на которой были отдельно собраны все любимые ингредиенты наших вот богачей, знаете, да, которые, вот мы знаем, тут где-то 1860-е годы, когда это, в принципе, все появилось, когда там были рябчики, язык, ланспик и раковые шейки, то есть, вот это вот все, да, и сейчас из этого практически ничего не осталось, кроме яиц и заправки, да, значит, раковые шейки заменили на оранжевую уже морковь, но более бюджетную, да, значит, огурцы стали солеными, вместо всех этих рябчиков, всех этих мясных деликатесов, которые были на этой тарелке, у нас осталась колбаса, но в лучшем случае все-таки отварная курица, ну или кто-то продолжает отдавать дань первому источнику этого блюда и, например, готовить этот салат с языком отварным, но дальше, значит, все это все заменялось и заменялось и заменялось, поэтому в конечном итоге, пытаясь сохранить традицию, упорно пытаясь сохранить традицию, наши люди старались вне зависимости от какой-то конкретной эпохи оставлять по максимуму вот от этого блюда, конечно, я думаю, что господин Оливье сейчас бы немало удивился, если бы увидел, во что превратилась его закуска, что она, во-первых, превратила салат, он вообще, в принципе, обиделся, что мы все это взяли и смешали на тарелке, да, и потом уже это все начали есть, и нам это прям так понравилось, что он аж в сердцах тоже сам начал все это дело смешивать, но так действительно лучше это блюдо заходило на столы, славу такую вот до сих пор он себе оставил. Конечно, ни одно больше государство мира, ни в одной больше стране нашего земного шара это блюдо не готовят. Это абсолютное ноу-хау нашей страны. В принципе, в большинстве стран он называется салат русский. Вот я вам могу точно сказать, вот вообще не умеет его там готовить. Вообще не умеет. То есть любая наша домохозяйка сделает намного круче. Она сделает правильный салат Оливье, вот именно ровно тот самый, который должен быть. Понимаете, какие альтернативы, например, в других странах не пробовала, ни один не похож. То есть вот эта вот наша русская душа, которая вот страдает каждый год без Оливье, она вот с точностью отличает тот салат или не тот. Они не умеют варить курицу, они не умеют варить картофель, яйца, или не тот майонез кладут, или соус. Мне кажется, они вообще не могут понять, как это можно сочетать. То есть там практически в каждой версии чего-то не хватает. Понимаете, вот для нас этот вкус, он, несмотря на то, что он до неузнаваемости трансформировался, он как-то очень гармонично сложился вот на наш менталитет. Что мы, в принципе, сейчас уже даже, наверное, не представляем, как по-другому этот салат мог бы выглядеть. То есть, конечно, сейчас есть, например, такой вариант, что заменяет картошку авокадо. Это уже новый тренд. То есть вот сначала мы, значит, заменяли все на бюджет, теперь мы, значит, можем все заменять на какие-то там ингредиенты здорового питания. То есть мы можем не брать колбасу, мы можем вместо нее взять, например, запеченное мясо, копченую курицу, в конце концов отварить этот прародитель, значит, язык там говяжий или свиной. Мы можем взять не маринованные, а соленые огурчики, все-таки добавить еще и свежего огурчика, а самые отчаянные хозяйки добавляют и кусочек свежего яблочка, например, туда. То есть могут смешать, например, неполезный майонез пополам с йогуртом или со сметаной. То есть вот эти трансформации, они, безусловно, есть, но, тем не менее, большой салатник оливье – это такой же символ Нового года, как шампанское бутербродо с икрой и мандарины. То есть я так понимаю, что даже несмотря на то, что вы, Маша, являетесь сейчас поклонником правильного питания, все-таки считаете, что нужно питаться полезной еду. Сбалансировано, грамотно. Это грамотно, но вы абсолютно не против, чтобы и мандарины, и шампанское с красной икрой, и, конечно же, оливье оставались на наших столах. Вы знаете, я думаю, в Израиле это вообще бесполезно. Вот серьезно, потому что мне кажется, что на нашем столе, на новогоднем, могут появляться, в принципе, любые блюда. Но это, наверное, даже уже не вопрос питания. Это вопрос атрибутики праздника. Это вот, знаете, если вот не будет всего этого на столе, Новый год не наступит. Наверное, нам, может быть, не столько нужно это уже для еды, сколько для ощущения, для понимания, что вот если мы начали есть мандарины с 1 декабря, и все уже мы их не можем к 31 есть, но все равно продолжаем, то значит, вот Новый год наступит. То есть, если у нас в бокале есть пузырьки советского шампанского, потому что, например, у нас много сейчас игристых вин, мы можем себе выбрать совершенно разный набор, и по кошельку, и по предпочтению. Но если, например, вот бутылки советского, чтобы написано было вот тем самым шрифтом советское шампанское не стоит, то мы тоже ностальгируем, понимаете? Это уже не тот праздник, не то ощущение. Можем себе, например, там позволить, хотим вот бутерброд с икрой, вот эта тарелочка, она тоже обязательно должна быть. Ну и, конечно, оливье. Ну, в принципе, значит, если мы действительно не наедаемся прям вот, не знаю, как у нас есть вот эта традиция, вот этот штамп тазик оливье, ну, не делаем этот тазик, да, значит, если мы делаем это в меру, чтобы там по ложке этого салата съесть, ну, ничего с нами не будет, конечно, нет. Мы же не едим его 10 дней все подряд. Конечно. Может быть, конечно, я кого-то сейчас обижу, может, что-то на самом деле наедается на год вперед, но тем не менее, да, то есть если часть ингредиентов мы заменили, если все-таки мы взяли соленый огурчик, а не маринованный, если мы пополам развели майонез со сметаной для заправки, да, значит, если мы все-таки не купили колбасу, а купили какой-то кусок мяса, его запеклили, отварили, то салат, смотрите, то есть, ну, в общем-то, да, изначально, который мог бы быть совсем неполезным, он становится хотя бы, ну, более-менее полезным, который можно съесть, ну, в определенных, конечно, количествах. И от того, что мы, например, съели его один раз в году, ничего не произойдет. Да, все-таки у нас самый главный праздник в году, можем себе позволить. Это точно. То есть самое главное, чтобы встретить Новый год. Душевно, вкусно. Ровно так, как мы привыкли его встречать. И на самом деле, вот, это совершенно потрясающая, я считаю, традиция. Совершенно замечательно, что люди вот у нас, да, то есть ты можешь, как с легким паром, попасть в другой город, в другую квартиру, да, или в другую компанию. Могут пройти года. Но я уверена, что вот ты, даже вот зайдя, не зная, какой сегодня там, да, условно говоря, день, какой праздник, найдя этот набор на столе, ты будешь точно знать, что это наш родной Новый год. Уважаемые радиослушатели, мы с Машей желаем вам счастливого Нового года, отличных новогодних каникул, и до встречи на волнах Радио России Псков. Всем хороших праздников!